Добрый день! Сегодня я покажу вам, как выкрутить настоящую русскую матрёшку на гончарном круге. Но она будет не из дерева, а из самой настоящей глины. Начнем. Для того, чтобы сделать матрёшку, мне понадобится примерно 300-350 грамм глины, гончарный круг и отличное настроение. Глину нужно будет хорошенько перемять. Нужно будет выбить из неё все пузырьки воздуха. Она должна стать ровной, однородной, без каких-то заломов и трещин на поверхности. Пробиваю её. После того, как глина хорошо пробита, можно прилепить её на гончарный круг. Для этого нужно размахнуться и шлёпнуть её прямо в центр. Прикрепляем глину пальцами, тщательно, чтобы она не слетела для чёрного круга. И можно включать уже педаль. Я поставлю скорость примерно 200 оборотов в минуту и буду сейчас центровать глину, чтобы она стала ровная и чтобы нам потом было удобно работать. Глину сжимаю пальцы целой ладонью, работают обе руки и поднимаю немного вверх, сложив конус. Дальше опускаю вниз. Нужно центровать достаточно долго, чтобы глина хорошенько перемялась ещё и на гончарном круге. И, как говорится, хорошая центровка, залог хорошего изделия, ровного и симметричного. Несколько раз поднимаю глину наверх и несколько раз опускаю её вниз. Когда глина уже не бьётся, она не дёргается, идёт ровно как по маслу, тогда уже можно начинать делать отверстия. Делаем в центре отверстия двумя пальцами и разводим их в стороны. Вот у нас уже такая заготовка получилась, да? И сейчас проверяю дно, ровно или на дно. Дальше буду работать со стенками. Вот эта толстая достаточно стенка, она будет сейчас выровнена наверх. Начинаю тянуть стенку вверх. Работают у меня две руки. Два пальца одной руки и два пальца другой руки. Глина проходит как бы между ними. Остальными пальцами я просто придерживаю глину. Периодически свожу её акценту, чтобы она не раскрылась. Для начала нам нужно выкрутить что-то наподобие цилиндра. Даже можно что-то такое ставить, такую форму уже. Дальше нужно будет сузить верхушку. И сейчас начнём закрывать наши линии. Мы формируем сначала тулово, потом голову матрёшки. Почти готово. Сейчас я беру циклю и чищу стенку матрёшкой. Убираю лишний шликер, лишнюю воду и немножко выравниваю ещё раз форму. Крёшки у нас получились. Они были обожжены на температуре 1030 градусов. Сейчас они готовы к росписи. Крёшки у нас получились. Крёшки. 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 Крёшки.